Туманный Альбион. Именно так можно характеризовать вид города с утра в последние несколько дней. Особенно ощутимо дыхание осенью областной больницы. Рядом находится лесополоса. Несмотря на нависающее вокруг зданий спокойствие, работы у медиков, к сожалению, много всегда. Особенно в ожоговом отделении, куда, как правило, попадают горе-уборщики территории. Неосторожность, неграмотное использование средств для розжига костров – все это причины несчастных случаев последних лет. Погода очень балует и радует наших людей. Солнцем, теплом, сухостью. Поэтому многие люди выходят на свои приусадебные участки, начинают убирать сухие ветки, убирать опавшие листья. При этом, разжигая костры, зачастую пользуясь различными горючими средствами – бензин, керосин, средства для розжига костров. При этом происходит яркое воспламенение костров, и люди получают ожоги. Конечно, ожоги бывают различной степени, различной площади. В связи с этим пациенты попадают к нам с ожогами пламенем, с различными проблемами с дыхательной системой, с термоингаляционной травмой. Зачастую многие получают достаточно длительное лечение, большие болезненные перевязки, длительные изнуряющие капельницы. Эти страшные кадры не картинки из фильма ужасов. Это фрагменты тел реальных людей, пострадавших от языков пламени. Сейчас брестские медики борются за жизнь пожилого мужчины, серьезно пострадавшего во время пала. И о конкретных прогнозах говорить пока рано. За последние два месяца у нас уже произошел на этой неделе второй случай, когда пациент, обычно это пациенты в возрасте старше 70 лет, занимаясь уборкой своих преувствительных участков, разводя костры, не соблюдая технику безопасности, получают большую площадь ожогов. Находится на сегодняшний день в реанимационном отделении, достаточно в тяжелом состоянии. Доктора ведут борьбу за его жизнь. О якобы пользе такой процедуры, как палой травы, любят говорить дачники. Однако это не так. После таких пожаров серьезно страдает почвенное плодородие. Распространяющийся вокруг смог приносит неудобства и хозяевам, и их соседям. А если костер разводится недалеко от дома или других хозяйственных строений или деревьев, то до беды совсем недалеко. К сожалению, есть случаи, когда и оставляют огонь без присмотра. Есть факты на территории области получения, в том числе, и ожогов при разведении костров, не соблюдая требований пожарной безопасности. Но в городе Бресте такое положение сложилось. Вот эти выходные, которые были. Выезжали и наши подозрения по сообщениям, и инспекция государственного пожарного надзора. Законодательно заниматься палом и сухой растительностью не запрещено. Однако делать это нужно, исходя из требований безопасности. Расжигание костров допускается на территории приусадебного участка, безветренную погоду, на расстоянии 10 метров от зданий и сооружений. Непосредственно рядом с костром должны находиться первичные средства пожаротушения. Это может быть ведро с водой, ящик с песком и огнетушитель. Значит, костры разводятся под постоянным контролем, нельзя отлучаться от костра. МЧС рекомендует использовать огнетушители. Значит, у нас огнетушитель порошковый данный. Для его применения мы отрываем пломбу, вынимаем чеку, направляем вместо очага возгорание и нажимаем на рычаг. Погода пока еще балует жителей областного центра легкой прохладой. Чтобы не омрачить это приятное состояние, сотрудники МЧС и природоохраны призывают граждан заниматься уборкой на своих территориях с умом и не превращать приятное времяпрепровождение в трагедию. Продолжение следует...